всем привет меня зовут светлана я рада приветствовать вас на своем канале сегодня дорогие мои друзья я решила сделать расклад потому что вы всегда меня просите узнать если о чем он думает что он хочет и мы сейчас это попробуем сделать у нас будет четыре варианта я сейчас выложу 4 карты какая-то побежала но троечка 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 какие-то размышления какие-то ожидания и у него и у вас какие-то ожидания тройка ну давайте все-таки посмотрим да более точно более подробно рассмотрим будет у нас четыре варианта вы посмотрите внимательно и сделайте свой выбор если конечно у вас два жениха три или четыре ну если ребята смотрят меня значит на невест на своих смотрите загадывайте потому что гадание общее для всех но обращаться буду к девчонкам потому что их у меня намного больше так посмотрите четыре варианта и загадывайте можете хоть на каждую карту загадать своих бывших настоящих женихов и даже будущих которых вы еще не знаете тоже загадывайте потому что вы уже мысль кидаете в космос закидываете такую удочку в космос и космос уже слышит ваши пожелания чтобы на будущее еще с кем-то вы хотите познакомиться вам обязательно даст это поэтому всегда на будущее что-то загадывайте 30 секунд смотрите думайте загадывайте пишите в чат или в комментариях и мы будем смотреть что вы хотите Ну что же, ребятушки, я думаю, что все сделали свой выбор, и мы начинаем. Конечно, я буду дополнять карты, будем смотреть, так, вариант номер один, кто загадал его, смотрим, о чём он думает. Итак, я хочу вам сказать, у вас мужчина очень-очень вспыльчивый, это факт, вот только чиркни спичку, он загорится, он сразу загорится, он, знаете, нетерпеливый, ему надо всё сразу, быстро, бегом, мчиться куда-то, торопиться, что-то сделать, понимаете, очень сильно обидчивый, но сразу быстро, кстати, отходчивый. Вот быстро может обидеться, ну, быстро и отойдёт, вот какое-то быстродействие. И хочу сказать, что вот по этой карте вы видите такая вечность или бесконечность, можно сказать, да, вот змея говорит о длительных планах насчёт вас, он хочет длительно общаться с вами, он строить какие-то планы хочет на будущее, но как-то всё в спешке, всё как-то быстро. Либо вы находитесь в ссоре, что вот он пыхнул, да, вот как спичка, но всё равно он думает о том, что, возможно, у вас может что-то получиться. Он не убирает вас со счетов, понимаете, не убирает. Да, смотрите, прям жезлы и змеи идут. Давайте сейчас внимательно рассмотрим. Ну, он любит вас, он, знаете, нежно как-то к вам относится. Вот он в душе вроде бы как-то нежно относится, и в то же время он может резко что-то сказать. Но это не значит, потому что он хочет вам боль какую-то причинить, понимаете, а просто вот он по натуре такой, вот просто по натуре такой резкий человек. Вот как кавказцы, да, вот кавказцы мужчины, они такие резкие мужчины, хотя, с другой стороны, они ничего плохого не хотят сделать. Вот здесь я вижу, что холодная постель, это говорит о том, что давно у вас секса нет. Либо у него какие-то проблемы с потенцией. Четвёрка меча у него всегда. Отдых, остановка, передышка. Но если мы на мужчину смотрим, это как раз что-то с его потенцией может быть вполне таки, понимаете. Он думает о вас. Он хочет быть с вами, но он что-то не может простить. Вот знаете, как будто бы он... Его обидели. И он как ребёнок какой-то обиженный, но он надеется на то, что всё рассосётся, или каким-то образом вы ещё будете вместе. Он действительно к вам нежно относится, нежные чувства испытывает. Ну вот такой балбесин. Ну что тут поделать? Но у него холодная постель, сейчас связи у него ни с кем нет. Если вы переживаете, спит ли он с кем-то, нет. Он вообще ни с кем не спит, либо какие-то проблемы у него. Либо действительно настолько верен вам, что вообще никого не подпускает к себе. Смотрим второй вариант. О чём он думает сейчас? О доме, о деньгах он думает. О наследстве, от какого-то думает. Может быть, останется ему от бабушек, от дедушек. О имуществе, о финансах человек думает. И именно вот наследственная карта, кстати, это ещё сила рода, может быть, корни какие-то могут быть. Понимаете? Это какие-то ещё корни могут быть. Корни. Опять здесь, смотрите, четыре угла, дом, квартира. Недвижимость решает... Да, какая-то недвижимость. Сделки. Очень серьёзный человек. Очень серьёзный человек. Девятка Пентакли, райский сад. Десятка Пентакли. Вот она, недвижимость. Кстати, я начала говорить почему-то по этой карте. А вот она у нас, десяточка. Вот она у нас. Десяточка. Смотрите. Однозначно здесь человек какой-то или бизнесмен, или очень деловой человек. Прям вижу его в костюме в каком-то, или вот что-то такое, знаете, холёный, такой красавчик. Думает о деньгах, о строительстве дома или недвижимости. Может быть, это риелтор, который занимается какими-то делами. Может быть, правда, ждёт своё наследство. Думает о делах, думает о работе, о сотрудниках, или как ему куда-то пойти работать, или кого-то взять на работу. Здесь никаких мыслей ни о вас, ни о любви, ни о чём, ни о ком. Работа, деньги, недвижимость. Думает второй вариант. Вот. Такой деловой, деловой. Третий вариант, о чём он думает. А это трудяга какой-то вообще, зашился-ушился в работе. Вот если здесь я вижу такого перспективного бизнесмена, руководителя, да, а здесь вот трудяга-работяга, вот который работает своими руками. Может, строительство там, я не знаю, что он там ещё. Но что-то вот трудяшка, вот восьмёрка Пентакли, это всегда трудолюбивый, трудоголик такой вот. Давайте ещё достанем на него. Вот знаете, курочка по зёрнышку крыёт. Но я могу вам ещё сказать, что человек думает о своём ребёнке, у него есть ребёнок. Может быть, это ваш общий ребёнок или у него есть ребёнок. Солнце, счастье, радость. Он работает для того, чтобы принести денежки ребёнку, может быть. Вот для него счастье, его ребёнок. Он думает о нём. Не всё складывается у него. Возможно, какие-то финансовые трудности, затруднения у него запросто. Это, возможно, на работе обманывают, его используют. Возможно, используют его жена или его руководство. Кто-то его использует. Но он трудолюбивый человек, он светлый, открытый человек. Знаете, вот трудяга. Трудяга просто с золотыми руками мужчина. И он всё время думает о том, вот это только мысли его, это не действия, но это думки о том, что, Господи, когда это всё закончится, когда я уже разрублю эти все узлы, когда уже, знаете, бабы с воздуха были легче, когда вот этот тяжёлый труд закончится, когда на моей улице будет праздник. Но это его только мысли. На самом деле он всё трудится, трудится, вкалывает, вкалывает. Ему очень тяжело, копейка каждая даётся, и он всё относит к ребёнку. Потому что ребёнок для него свет в его жизни. Но очень много плохих людей вокруг него, которые тянут с него, забирают и обманывают. Возможно, даже на нём крадники какие-то есть. Вполне вероятно. Сейчас мы посмотрим четвёртый вариант, о чём он думает сейчас. Ой, ну это праздник. Праздник девчонки, мальчишки, веселье, радость, выпивка. О чём-то таком, о лёгком каком-то. Может, правда, намечается у него праздник какой-то. Может, с друзьями, с подружками хочет встретиться. Сейчас посмотрим. О чём человек думает? О финансах думает. О выпивке думает. Вот, девятка чаш, это выпивка. Тройка чаш, веселье, праздник. О пьянке, гулянке. О каком-то мужчине, может быть, о друге, с другом, что они пойдут, напьются где-то. Думает о том, что будет какой-то спорный разговор, жаркий. Ну, выпьют и будут сидеть, обсуждать какие-то проблемы. Колесо фортуны. Вообще фортовый человек. Вообще ни о чём не парится, не задумывается. Знаете, ему как будто бы всё время везёт. Что бы он ни предпринимал, ни делал, он вообще не думает о завтрашнем дне. О том, что там какое-то раскаяние или ещё что-то. Вообще ни о чём не думает. Он просто думает о празднике, о расслабухе, о веселье, о друге, о жарком разговоре с этим другом. И по колесу фортуны ему всегда везёт, всегда ему комфортно и прекрасно, и хорошо. Уж не знаю, что там за человек, но он вообще ни о чём не парится. Живёт как птичка сегодняшним днём. И, в принципе, правильно делает нервы, будут крепче у него. Но ещё могу сказать, что вот по этим двум картам тройка чаш и девятка чаш. Это какая-то зависимость. Может быть, он прям любит так, любит-любит выпить. Не просто там выпить, а прям напиться, понимаете? Вот это вот пьянки какие-то, пьянки. Ни о чём, когда человек не думает. Напьётся, с другом поругается, в глаз друг другу дали, уснули. И счастье, вот оно, счастье и радость, понимаете? Может быть и такое, вполне. Но здесь вот однозначно человек неровно как-то дышит какими-то спиртными, какие-то зависимости, понимаете? Вот такое было сегодня гадание. И хочу сказать отдельно людям, я уже не буду имена называть, чтобы вас просто не позорить, девочки. Ну что, ну слушайте, вы видите гадание общее. Ну нафига вы пишете свои имена, даты рождения, имена своих там каких-то близких? Для чего вы это делаете? Ну для чего вы это делаете? Если вы хотите на халяву пройти, не получится. Записывайтесь на приём, оплачивайте, и мы с вами будем общаться. Для чего лезть в общий чат и свои проблемы навязывать сейчас обществу людям, которые сейчас смотрят общий расклад? Для чего? Подумайте. И если у вас не складывается в жизни, ничего и не сложится. Потому что вот таким образом, когда вы ничего не поняли, какое гадание, как называется, для кого я гадаю, какая тематика, а вы лезете, понимаете, со своими предложениями, со своими именами и датами, которые у вас никто не просил, понимаете? Вот лезете. Как у вас что-то может в жизни сложиться? Как у вас может что-то в жизни получиться, если вы не слышите, вы только слышите себя, и больше никого, ничего. Вам нужно только мне, мне и больше, а всех остальных распихать локтями подальше, а вот я, я, мне нужно. Как может у вас что-то хорошее получиться с кем-то? Как вы можете построить нормальную жизнь, если вы не слышите никого, не видите, не читаете? Понимаете? Как? Никак. И когда вот спрашиваете вы у меня, а останусь ли я там, помирюсь с тем-то, останусь, а вернется ли ко мне, а когда там что-то случится, так и хочется мне сказать, никогда не вернется, не помиритесь, потому что вы не слышите, вы не слышите, не уважаете людей, которые находятся в чате. Понимаете? Это стыдно, стыдно. Кто хочет лично обратиться, вайбер, ватсап, телеграм, пожалуйста, записывайтесь, оплачивайте, и будем работать. Всё, роднолички, я люблю вас всех, и, конечно, желаю мира, добра и счастья. Конечно же, верьте в мечту, мечты сбываются, и ваша мечта сбудется обязательно. Всё, роднольки, всех люблю, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok